Я готовлюсь Почти как что, где, когда, только максимально неформально и без софитов телекамер И счет не на очки, а на ценные идеи для всей страны Так в Иннополисе проходит губернаторский мозговой штурм Встреча пошла в закрытом от пресс режиме За такими вот рабочими столами участники обсуждали различные вопросы модернизации строительной отрасли и городской среды Посмотрим, сейчас будем с правительством это отрабатывать Главное, что обсуждали во главе с Сергеем Кириенко, что делать с долевым строительством Ранее было решено, с 1 июля все застройщики страны будут работать по новым правилам Средства дольщиков будут перечисляться не им, а на специальные эскроу-счета в банках Здесь деньги прилежат до конца строительства Как считает Рустам Мениханов, возглавляющий эту профильную рабочую группу российского госсовета В это решение для лучшей адаптации можно внести коррективы Чтобы субъекты по соглашению с Министерством строительства определили, какая категория может идти по той схеме, которая была Но я считаю, что нужны какие-то инструменты, чтобы не было каких-то нарушений У нас сегодня такие добросовестные застройщики берут, мы им землю помогаем, они берут проблемные дома и достраивают Если этот счет будет, уже такого механизма не будет Как сегодня высказывались многие губернаторы, этот переход действительно нужно сделать максимально комфортным для всех участников рынка Чтобы не было обманутых дольщиков, не было брошенных строек Это очень важное решение, возможно даже болезненное какое-то решение Потому что переходный период от того состояния, который был, к идеальному состоянию, он всегда имеет свои проблемы Надо сделать так, чтобы этот механизм, этот переход был максимально безболезнен Другое решение, которое, как считают, нужно отрегулировать – ставка по ипотеке По нацпроекту стоит задача – выйти на строительство 120 миллионов квадратных метров жилья Но чтобы взять эту планку, нужно снизить ставку по ипотеке В 2019 году ставка ипотечного кредита поднялась и составляет 10,6% Это высоковато В случае, если она будет от 8 до 9%, мы можем рассчитывать на дальнейшее увеличение ипотечных кредитов А значит, доступное жилье для большинства граждан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин